Девушки отдыхают Наташа, Натка, Наточка, кто? Кто это сделал, а? Они говорят, что я такая же, как и они, и ты не моя, ты не моя мама, и что меня в вокзале нашли. Ты что? Ты что такое говоришь? Конечно, я твоя, я твоя, а ты моя. Мы с тобой когда-то давно потерялись, давно, а потом нашлись. Не верим. Слышь меня, хорошая моя. Верочка, иди к нам. Иди к нам. Что же мне с вами делать? Закрывай. Ну что, друг мой сердечный, ты храпиву-то маслом, что ли, запивай. Чего ей так в сухомятку-то жрать? Контрольная, что ли? Диктант. Диктант. Эх, Семён, Семён, Семён. Тебе ж на все диктанты горла-то не хватит. Спалишь себе горлышко-то. Я тебе вот, что подарю. Угадай, что это, а? М-м-м-м. Ну, солдат. М-м-м, солдат. Не солдат это вовсе, а трубач. Он тебе удачу принесет. Ну вот ежели ты глупость какую задумаешь, он достанет трубу и начнет трубить. Тогда все поймут, что Сенька опять что-то натворил. М-м-м. Да ладно. Да ладно. Честно, проверено. Это подарок, бери. Спасибо. Марин, отведите-ка нашего дорогого пациента в процедурный. Ну, и как обычно, маслицем ему там. Семён, ты крапиву-то прекращай жрать. А то будешь вот так вот разговаривать, понял? Вот так вот. Хорошо. Хорошо. Ну, давай, иди. Идём-идём. Извините. Ничего-ничего. Извините. Ничего-ничего. Что случилось? Сев, я не могу больше. Что? Опять? Плохо. Все время плохо. Есть не могу, спать не могу. Все время о них, думаю. А если им скажет кто? Или они сами узнают. Это же интернат. Они тут все как волчат. Не дадут. Не дадут они жизни нашим. Не дадут. Не дадут. Что? Надка? Надо бежать, Сева. Увози детей. Нормальный дом, нормальную семью. Ну, хорошо. Уедем, Аня. Уедем. Правда, Сева? Сева. Хороший мой сёпкий. Ну, ну, что ты? Что ты? Сев, тут еще девчоночка ко мне привязалась одна. Хорошая такая, добрая. И имя у нее славное. Вера. Вера? Угу. Ну, Вера так Вера. Сева. Аня. Аня. И. КОНЕЦ КОНЕЦ Что, муж так занят, что не может взять трубку? КОНЕЦ Прошла жизнь, все. Аня, Аня, как же я без тебя-то буду, а? Подержи. Бабушка полетела. Отлично, поехали. Зачем это ей? Это было ее желание? Да, она у нас была всегда с фантазией. А может, у нее был тайный любовник, а? Макс, ты можешь замолчать? А что такого? Ну, прах над мостом. Мосты у круга Мэдисона смотрели? Хватит. Мам, пошли уже. Сейчас, сыночек, сейчас пойдем. Идите, Вера, идите. Да, завтра. Завтра-завтра. Максим, послезавтра. Послезавтра крайняк. Да, я тоже рад. Ты с мужем поговорила? Не поговорила и говорить не буду. Ты сначала отдай то, что уже брал. Вот. Зануда. Папуля, может, тоже пойдем? Иди, Натка. Я сейчас. Давай возьму. Идите. Когдаplane. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Они говорят, что я такая же, как они. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Надо бежать, Сева. Увози детей. Нормальный дом, нормальную семью. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Доброе утро. Доброе утро, Верочка. Доброе утро. Как всегда великолепно вы выглядите великолепно. – Вера Всеволодовна. – Да, Свет. Доброе утро. Серова всю ночь не спала, пришлось сделать укол. – Ну, хорошо. – Кстати, вот ее снимки. Ага, спасибо. Посмотрю. Так, что там, анализы готовы? А, результаты вчерашнего обследования будут готовы через полчаса. Угу. Хорошо, через полчаса. Вера Всеволодовна, еще там к ней вчера вечером… Здрасьте. Мужчина приходил, мне смены передала. Так, Светочка, ждем результатов анализов. Как себя чувствуете сегодня, Любочка? Он вчера приходил, принес любимые цветы. Сказал, что, как долго я тебя искал, как в кино. Да, я хрисантемы тоже очень люблю. А как они пахнут. С ума можно сойти. Люба, не спали опять всю ночь, да? Ой, Люба, Люба. Я не могла уснуть, я все думала. Да. Вы знаете, мы с ним разошлись после института. И я была уверена, что у него есть жена, дети. А у него никого. Ведь это чудо. Я теперь должна обязательно поправиться. Мне жить да жить. Поправитесь, Любочка. Обязательно поправитесь. Только вы мне должны пообещать… Что? …что вы будете спать. Потому что нам с вами нужны силы. Хорошо, я буду спать, как младенец. Вот и хорошо. Я сейчас буду уже спать. Ну, вот и хорошо. Ну, с лаской она работает не первый год. Ничего не могу сказать. Хороша. Молодая. С норовом. Роман Дарванович, вы, извините, уже о ком? О лошади, или… Я про Наталью. После травмы она ушла из большого спорта. А сейчас она очень хороший специалист и тренер. Да, знаю. Наслышан, наслышан. Ну, так что вы сами уж с ней договаривайтесь. А про лошадь я вас прошу наличными. А что так? Ну, знаете, вот эти чеки, карточки — это для вас, бизнесменов. А мы люди простые. Ну, хорошо, хорошо. Хозяин варен. Добрый день. Добрый. Официанта позовите. Две тысячи одна. Привет, художник. Здорово. Слушаю. Виски сто. Сегодня Игорь в клуб заезжал. И чё? Вечерах. Тебя искал? Угу. Ей. Прошу. Пожалуйста, ваши ставки. Просил передать. Если появишься, чтобы с ним связался. Передал. Ты играешься, художник. Ты играешься, художник, ты. Ха-ха-ха-ха. Умница моя. Ой! Ой! Стой! Ну, как тренировка? Ну, яблочко заслужили. Заслужили. Ой, молодец. Жалко прощаться. С кем? Как с кем? С Лавском. Здравствуйте, Ронечка. Так, результаты, Серовой, у вас? Да, вот, давайте. Мне нужно у вас спросить. Спрашивай. Скажите, пожалуйста. Только правду скажите. Что-то случилось? Ничего. Мне просто нужно знать правду. Мама поправится? Ванечка, послушай, пока нет всех результатов анализов, сейчас сложно прогнозировать что-то и… Я хочу знать правду. Хорошо. У твоей мамы сейчас ремиссия. И поверь, что мы делаем все возможное, и нужно надеяться на лучшее. Мама умирает. Кто там? А вот, Народович! Да-да! Позже! Наташа! Варионова! Да! Это он мою лошадь покупает? Она не твоя, она клубная. Какого черта клубная? Это что еще за разговорчики, Ларионова? А не отдам. Понятно? Может, валерьянки? Милочка. Слушайте, а зачем она вам нужна? Влечь на зоопарк? Или, может, ампир оттенять? Ну-ка, вон, Ларионова! Не пойду! Хорошо. Все, Ларионова, благодарю вас. Ну, хорошо. Уволю! По собственному желанию. Спасибо. Ставки сделаны. Двадцать три, красная. Пожалуйста. Светом. Сто один. Пожалуйста, ваше сто. Делайте ставки. Круто. Двадцать два, двадцать три. Восемнадцать, пятнадцать, сплит. Ставки сделаны. Спасибо. Двадцать семь, красная. Ты поговоришь, как мать? Должна же быть причина. Вот сам иди и поговори. А у меня в Раду психопатов не было. И предателей тоже. Ну хватит, Катерина. Что? Думаешь, я забыла? Ваня, Ваня, спроси кто там. Дочь, ты ведь это не просто так, да? Только знаешь, я люблю тебя. Да иду, иду. Да иду, иду. Говорю же иду. Ну тихо, тихо. Иду, иду. Кто там? Свои, свои. Макс Ларионов здесь живет? Ну да, здесь. Ну его сейчас нету дома. А что? Открой батя, а? Поговорить надо. Заходите. Вы бы на часы-то посмотрели. В чем дело? Макс мне денег должен. Угу. Ну раз должен, значит отдаст. Хм. Ну я ж вам говорю, нету его сейчас дома. Нету. Молоток батя. Максу передай. Поймаю, убью. Подождите. М? А много должен? У тебя, батя, все равно столько нет. Бывай. Лешка, давай марш в постель. Все, малыш, спи. Хорошо? А папа? А папа сегодня поздно будет. У него аврал на работе. Ты его не жди, ладно? Угу. Ну все, спи. Мам, свет оставь. Ладно, только ненадолго. Договорились? Угу. Угу. Привет, пап. Ты чего не спишь? А ну, марш в постель, быстро! Малыш, ты чего встал? Пойдем. 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 Сыночка, ты на папу не обижайся. Он же у нас хороший. Просто у него работа тяжелая, он денежки для нас зарабатывает. Не для меня. Что? Для вас. Это вам все нужно. Это вам всегда чего-то не хватает. Ладно, мой хороший, ты спи. 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 Свет оставь. Спи. Спи. Ты голоден? Разогреть тебя? Спасибо, не хочу. Что на работе? Объект сдали? У-у-у. Мить, случилось что-то? Чего ты закурил-то? Нет. Ложись спать. Ложись спать. Ложись спать. Она не Tucson. Ложись спать. ГУЛОСКИЙ ПОСЛИТ Пойдем, пойдем. В такую рань куда ты? Наташа Пашанян узнает. Не узнает. Пойдем, пойдем. Все будет хорошо, слышишь? Там сахара много. Я тебя буду навещать. Сластена. Ну-ка, не щупайся. Хорошая моя, хорошая. Пойдем. Бать, здорова. Слушай, подкредитуешь на пару недель, а? У меня заказ хороший, авансы жду. Да я выставку сделаю, сразу все отдам. – Ты где был? – Бать. Не батей. Я тебя спрашиваю, где ты был? Ясно. Послушай, сынок, вот что я тебе скажу. Если из-за тебя они тронут кого-нибудь из нашей семьи… Батя, не лезь в это, понял? Я не знаю, что я с тобой сделаю, понял? Да, папочка. Вы ко мне-то заедете? На выходные к тебе собираемся, да. Послушай, Вера, тебе пора отдохнуть. Ты в отпуск-то идешь? Да. Пап, я знаю, что я тебе хотела сказать. Ты на Макса не обижайся, ладно? Ну, он молодой, глупый, перебесится еще. Ну, хорошо, хорошо. Ты, главное, папочка, себя береги. И вы себя берегите. Ага. Можно? У вас хоть все нормально? Да. Все, папочка, не могу больше разговаривать, я тебя позже наберу. Ну, пока. Целую. Пока. Вот результаты вчерашнего обследования Серовой. Спасибо, Света. Спасибо. Угу. Что? Что-то еще? Да нет, Вера Всеволодовна, извините. Хорошо. Извините. Папуль, котлеты и картошка. Только разогревай, пожалуйста, не ешь холодным, ладно? Ну что, я маленький, что ли? Конечно, маленький. Салат и огурчики твои любимые. Мы с Верой договорились, будем готовить по очереди. Так что голодным не останешься. Надка, Надка. Какие вы все-таки у меня с Верой замечательные девчонки. А вот что мне с Максом делать? Да. Что, опять что-то натворил? Ну ведь двадцать четыре года мужику, а все ветер в голове гуляет. Не повезло сыном? Макс. Представь себе, не повезло. Пап, ну… Без проблем. Считай, у тебя его нет. Макс! Макс. Не шевелись. Хотя поверни-ка голову, чуть-чуть… Стоп. Макс. Макс, долго еще? Терпение. Так… Ты что, спишь здесь, что ли? Ну, бывает. Бывает, приходится. Терпение. Кать, ты что, замерзла? Замерзла. Только я не Катя. Я Эля. А неважно. Да-да. Здравствуйте, Люба. Здравствуйте. Сколько у вас цветов. Как себя чувствуете сегодня? У меня сегодня ничего не болит. Знаете, ведь мы иногда спрашиваем, что такое счастье. Это когда ничего не болит. Это правда, Люба. А что это вы разглядываете? Это мой курс. Вот это я. Ой, какая красотка. Представляете? А вот это наши мужчины. Вот Васька мусатый. Вот это Борька. А это он. Нас так и называли Дил. Дима и Люба. Правда они похожи? На кого похожи? На Ваньку, моего сына. Смотрите, как две капли воды. Вы знаете, я когда забеременела, я ему ничего не говорила. А потом мы с ним рассорились. И он ушел. И куда-то пропал. Я не могла ему ничего сказать. Я не могла его найти. Как вы думаете, Верочка Всеволодовна? Я могу ему сказать… Люба, вы отдыхайте пока. Я сейчас. Я могу тебе сказать, что у тебя есть сын. Угу. Что с ней? Осторожно, попусти. Угу. Продолжение следует... Продолжение следует... Угу. Помешала. А где тот, которого нельзя называть? А, муж... А муж... Максим, ты что, мне не рад? Ты запачкаешься? Ха! Да ладно! Куплю новое платье. А хочешь, и тебе новую рубашку? Мастерскую побольше, покрасивее. Ну там, с джакузи. А то ведь не хорошо. Такой взрослый мальчик, а живешь с папой. А? Угу. Не надо так, Саня. Обиделся котик? Камон, бэби. Маша, я поговорить хотел. Что, котик? На бедокурил, а денежек нет? А ты заслужи, давай. Угу. А ты заслужи давай. Сюда. Ай, заслужи давай. Сюда. Да. Проходите. Привет, папа. Здравствуй. Папушка, мы тут подумали, что тебе грустно одному, и мы пока с тобой поживем. Пустишь? Конечно. Конечно. Здорово, Алексей. Чего ты? Не обращай на него внимания. У него в школе там что-то… Неправда. Леша. Ну ладно, ладно. Раздевайтесь. Чай будете? Ой, да, пап, будем. Раздевайся, сынок. Я хочу к папе. Лешенька, я тебя прошу, раздевайся, пожалуйста. Я хочу к папе. Я хочу к папе. КОНЕЦ 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 ПАПА Наташа у тебя двести штук не будет отложить? Ну, надо копилку разбить, посмотреть. Димка приедет? Димка не приедет. Они ей объект дают, и он там допоздна. Теперь это так называется, да? Ты что имеешь в виду, а? Да нет, ничего не имею. Не лезь не в свое дело, ясно? Спасибо. Ну, нравится? Ну, как? Угу. Пальчики оближу. У мамы лучше было. Вы тоже молодцы. Спасибо. Хорошо сидим. Лешка, не стучи, а? Лешка, друг, держись, я с тобой. Макс, не подначивай его. Леш, вынь ложку из чашки. Лешка, слушай маму. Смотри у меня. Да, правда, мамы не хватает. Ну, а надо сейчас рыбок кормить не вернуть. Пошел отсюда. Папа, папа… А че так? Я руки помыл. Я говорю, встал. Встал. Пошел вон. Пошел вон. Пошел вон. Хюморист толпанный. Леша, Леша, вернись за стол. Сейчас, мам, подожди. Лешка, слушай, ты остров сокровищ смотрел? Да. Вот помнишь, они там весь фильм «Сундук» искали? Да. Так вот, у нашего дедушки где-то в комнате такой же. Такой же? Да. Ну, не сундук, шкатулка. Он там хранит деньги, драгоценности разные. Сокровища, в общем. Сокровища? Ага. Только он этими сокровищами ни с кем не делится. Жадничает, понимаешь? Жадничает. А мне, Лешка, мне эти сокровища просто позарез нужны. Позарез. Так вот, ты найди мне эту шкатулку и содержимое принеси. Хорошо. А мы с тобой на вырученные деньги шхуну наймем и в путь. Ну что, ты меня понял, Джимми, мой мальчик? Понял, капитан. Ну, выполняй. Сейчас. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА Наташа Подкорная, Максим Березин. Пап, это что такое? Бабуль… Мама… Пап, это как? Пап… Пойдем. Пойдем. Алешечка, Алеша, иди, иди в постель. Иди в постель, я сказала. Давай, занеси. Осторожно. Батя, это что, шутка? Мы что, дедомовские? Ну, так теперь все понятно. Замолчи. Нет, теперь я хочу знать. Подожди, Макс. Я, пап, не понимаю, вы почему нам ничего не сказали? Нет, я догадывался. Я чувствовал. Я думал, конечно, что я просто нелюбимый сын. Но теперь понятно, что я вообще не сын. А ты мне, батя, что все время говорил? Ты мужчина, ты должен. Ты всем все время должен. Перестань. А что ты командуешь? Ты мне никто. И ты мне никто. А ты, батя, ты мне вообще никто. А ну-ка, на полтона пониже. Папа, вот это все зачем? Врачи, династия, у тебя способности к медицине. Это что? А мама, как она могла уйти молча? Она не смогла, Вера. Какая тебе жальница? От тебя все ни почем, да, Наташка? Как там тебя, под лесная? Натка. Подгорный. Ты что, знала, Натка? Знала. Мне было лет двенадцать, мы переезжали куда-то, и я случайно нашла шкатулку. Ты знала? И никому ничего, и мне? Зачем? Послушайте, а я же помню, я помню этот дом, большой дом, и детей очень много, и медпункт, я помню. И мама, мама под лестницей какую-то девочку успокаивает, а мне ужасно обидно. Артем! Ну, ты как всегда! Светлана! Чего же ты стоишь с этим? Иди сюда, скорей! Ты ж! Давай! Ты что там? Опять его? Идеи какие-то посетили тебя. Все. Вот, смотрим туда на фотографа, улыбаемся. Вот. Светлана! Хватит с меня этого бреда! Макс, не дури! Спасибо этому дому. Пойду в другое. Макс! Верочка, не уходи! Слушай, сейчас, Над, я Лёшку уложу, а то накричала на него. Папочка, они поймут. Слышишь? Они поймут. Ничего. Ничего. Давай спать, Надка. Уже поздно. Давай. Мам, он не мозит, да? Бабушка была чужая, так-то, если они не твои, мама и папа, и папа, откуда ты взялась? Я не знаю, сынок. Я не знаю. Мам, я не хочу здесь. Я хочу домой. К папе. Когда мы уже поедем? Я хочу домой. Я хочу домой. Слушай, я хочу домой. Я хочу домой. Папочка. Я хочу домой. Продолжение следует... Приехал на вызов, побудь с дедушкой. Завтрак на столе. Мама... Мама! Мама! Мама? Мама! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК 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 АЛЁ? Здравствуйте. Наташа? Да, это я. Здрасьте. А кто это? Это Василий. Мне нужно с вами поговорить. Что вам нужно? У меня к вам предложение. Извините, мне не о чем с вами разговаривать, так же всего доброго. Ну, подождите, подождите. Это касается вашей лошади, Ласки. Чего вы хотите? Давайте встретимся в конной школе, в кафе и обсудим. Хорошо. Молодежь. Молодежь. Здравствуйте. 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 Меню нужно? Нет. Спасибо. Чего вы хотели? Мне нужен хороший специалист. А главное, мне нужен положительный результат. В случае, если добиваетесь успеха, я вам возвращаю Ласку. Шантаж. Да какой шантаж? Обыкновенная сделка. Ну, хорошо. Допустим, я соглашаюсь. Какие гарантии? Гарантий никаких. Все зависит от результата. Ну, хорошо. Надумайте, звоните. Всего хорошего. Вера Сеевна. Здравствуй, Иван. Здрасте. Я вас жду. Здрасте. Я вас жду. Здрасте. Я вас жду. Личащего врача запрещено. Да. Да, Вань. Только я в отпуск ухожу, и твоей мамой теперь будет заниматься другой врач. Другой? Да. Другой. Вы всегда так? Как так? От безнадежных отказываетесь и в отпуск? Да вы не врач! Вы предатель! Вот, значит, как. Значит, плохи мои дела. Бог с вами, Люба, просто я, я должна уехать. Я уезжаю в отпуск, и вас теперь будет вести другой врач. Вести, значит, сопровождать. Незавидное дело. Послушайте, я, я вас не бросаю, потом у вас есть Ваня и ваш Дима, а у меня нет. У меня никого теперь нет. Подождите. Подождите. Простите, Вер. У вас все наладится. Верьте мне. И очень скоро. Все будет хорошо. Люба. Дима, так рано. Это он, а это Вера Всеволодовна. Извините. Очень приятно. Вера Всеволодовна, я пыталась его остановить. Я хотела вам все рассказать. Честное слово. Опять цветы. Привет. Привет. Слушай. Что? Я забыл. Я же машину не закрыл. Сейчас, я быстренько. Извини, я сейчас. Давай. Поддержите, пожалуйста, извините. Вера. Вера, подожди. Вера. Вера, подожди. Вера. Вера, постой. Вера, послушай. Уйди. Видеть тебя не могу. Вера. Вера, ты все не так поняла. Это совсем не то, что ты думаешь. Она просто моя бывшая сокурсница. Ой, Дима. Дима, не надо, пожалуйста. Я все знаю. Что ты знаешь? Вот что ты знаешь? Что она тебе про меня рассказала? Я пойду, ладно? Подожди. Что она тебе рассказала? Что у нас с ней был бурный роман, и мы трагически расстались, и вот через двадцать лет встретились. Вера навсегда была фантазеркой. Сколько я ее знаю. Вечно выдумывался женихов, романы. Я тебе клянусь, между нами ничего не было. Даже в институте. Хорошо. Хорошо, Дим. Только почему ты мне ничего не сказал? Да я сам не знаю. Увидел ее историю болезни у тебя на столе. Решил навестить, а потом как-то… Я собирался, но не получалось. Ну что? Что с тобой, Вера? А что с тобой, Дима? А что со мной? У тебя лоб весь мокрый. Ну и что? Почему ты снял кольцо? Дядь Дим, Вера Севна. Вы чего? Ничего, Вань. Ничего. Просто… Просто дядя Дима оказался моим старым знакомым. Я его попросила с вами побыть, пока меня не будет. Вера. Ты ведь знаком с Ваней? Знаешь, как его по-батюшке? Иван Дмитриевич он. В общем, попал я конкретно. И что теперь делать, не знаю. Ты не меняешься, Максимус. Да, вот так. Звонок один, в лучшем случае, два раза в год с пометкой «Срочно», тема «Деньги». Энжел. А после того, как ты их получаешь, дружеский поцелуй в щеку? Да. И это твое. Завтра позвоню? Угу. Я заслужил. Да, я заслужил. Но я меняюсь. Да? Да. Даже так? Ну, может, хотя бы… Ну, ты ж десять. Угу. Энжи, слушай, а у тебя сейчас не будет сто рублей пятьсот? Совсем без денег. Спасибо, Анжел. И я завтра… Ты завтра позвонишь. Спасибо. Ну, чё, партизан? Садись, подвезу. Садись, говорю. Где деньги? Да я как раз вот шел за… Слушай, давай завтра встретимся, а я все отдам. Ну, раз шел, давай я тебя подкину. Что до вечера ждать? Сразу все и отдашь. Говори, куда ехать. Прямо. Какого? Прямо? Прямо. Ну, что ты? Да, я так, я так. Это был домик. Угу, да? Вружие, если певец не покрасил, то я… А爸爸, это не надо было. Угу, ну, он уже не так. Ласка! Ласка! Девочка моя! Плохо тебе тут без меня, а? Ну, как ты? Не жаловалась. А что вам жаловаться, вы всё равно не поймёте. Да? Слушайте, вам не надоело дерзить? Раз приехали, значит, согласились на моё предложение. Стало быть, вступайте ко мне на работу. Работает, когда добровольно. А мы-то обе в рабстве. Да? Ну, с чего начнём? Знаете что, забудьте, мы с таким настроением каши не сварим. Найду кому-нибудь ещё. Так что вы свободны. До свидания. Подождите. Что ещё? Что, так быстро сдаётесь? Боитесь, не сработаемся? Вы думаете, ваш ученик я? Нет. У вас задача посложнее будет. Я жду. А вы обычно в этом тренируетесь? Ну, нет. Давай, только недолго. Угу. О, а вот и наш котик. Не понял. Да ты заходи. Маша. Маша, ты с ума сошла? Теперь здесь будет моя новая студия дизайна. Новый тренд. То, прости. И не подумаю. Эля, детка, объясни мальчику. А, маэстро. Здрасте. Здрасте. Очень хорошее помещение для студии дизайна. Бизнес прибыльный. Заказчики замечательные. А я? А мои картины? Картины и правда хорошие. Только вот в интерьер никак не вписываются. Правда, Марья Сергеевна? Согласна. Если хочешь, можешь оставить себе. А нет, у меня есть несколько подружек. Может, кому пригодятся. Сговорились? Стерва. Грубо. Грубо и некрасиво. Маша, ну ты же обещала. Если дело в деньгах, я отдам. Говорила же. Сколько раз говорила. Где едят, там не гадят. Пошел вон. Грубо. Эй, ключи. Эти? Подавитесь. Они твои. На. Ты что, Татьяна? Я не понял. А. Ага. Я перезвоню. Дурот. Стой, ты! Слышишь ты, козел? Стой, стой! Тьфу! 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 Ну что, покажем этому гадскому снова, да? Ласк, стой. Вот она, твоя лошадь. Зовут Ласка. Знакомьтесь. Ласка — это Аня, а это Наташа. Она будет с тобой заниматься. Привет. Здрасьте. Она на самом деле смирная. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Тяжелый. Что? Это я тебя сфотографировала. Спящим. Доброе утро, мам. Доброе утро, сынок. Привет. Вы же вроде как уехали вчера. Мы вчера были на «ты», вроде как. Ванечка, смотри, что Дима принес. Иди сюда, я вас сфотографирую. На вечную память? Иван. Прости, мам. Я не хотел. Ванечка, подойди сюда. Ну, иди, я вас сфотографирую. Угу. Так. Ну, ну, обнимитесь. Ну, что вы как неживые. Вот так. Ну, улыбнись. Ну, все, хватит с меня. Что с ним? Что случилось? Ревнует? Ревнует. Угу. Пройдет. Я тебя люблю. Хорошо. Вот так. Умница. Умница. Молодец. Ну, как ты? Не страшно, нет? Нет. Анечка, сейчас мы с тобой потихонечку попробуем встать. Хорошо? Хорошо. Ласка, стой, стой, стой. Так, давай. Держись за меня. Осторожно. Давай-давай-давай, держись за лошадь. Не бойся, не бойся. Не бойся, она тебя не обидит. Не бойся, держись, давай. Так. Так. Вот так. Молодец. Молодец, держись. Не страшно? Нет. Не устала? Тогда закрой глазки. Закрой. Представь, что вы с лошадью одно целое. Или представь, что ты лошадь. Ну, тогда я жеребенок. Хорошо, жеребенок. Давай, сейчас попробуем пойти, да? Глазки не открывай, держись ручками. Ласка, пойдем. Вот так. Молодец. Да, вот так. А еще мой папа, он тоже конь. Хорошо. И мама. Они бегут впереди меня. Такое большое поле. Угу. И красное. Почему красное? Ань, Аня, открой глаза. Посмотри на меня. Аня, посмотри на меня. Аня, руку дай. Руку дай. Дай мне руку. Глазка. Аня, Аня, дай руку. Глазка, стоять. Аня, Аня. Аня, Аня. Аня, посмотри на меня. Что с тобой? Анечка. Василий! Тихо, тихо. Посмотри на меня. Я не знаю, что произошло. Руки держите. Держу. Тихо, тихо, тихо. Я не могу чем-то помочь. Я же все. Да не то, не то, что нужно. Спасибо, вы свободны. Тихо. Тихо. О! Не могла сдержать любопытство Пандора и открыла сундучок. И вылетели оттуда все беды и несчастья. Болезни, ссоры, раздоры, страдания. В тот же миг захлопнул Зевс сундучок, и на дне его навсегда осталась надежда. Как они могли, а? Как они могли врать нам всю жизнь? Перестань! Это ничего не значит. Они потому ничего не говорили, чтоб все не разрешать. А знаешь, я, я поеду, а Лешка пусть пока с дедом поживет. Ой, Надка. Какая ты сильная, Надка. Знала ведь все, все эти годы, и никому ни слова. А я совсем потерялась. Мне нужно во всем разобраться. Зачем? А? Не знаю. Просто хочется найти этих людей и посмотреть им в глаза. И спросить, почему они меня бросили. Просто посмотреть им в глаза, и все. Неужели тебе никогда не хотелось? Мне не хотелось. Потому что у меня была лучшая на свете семья. Мне другой не нужно. Ну подумай. Ну что, изменись, если ты их увидишь? Что? Не знаю. Может быть, все изменится. Ничего не изменится. Ваня. Вань, давай подвезу. Не надо. Я сам. Поздно уже. Там-то и дело, что поздно. А-то еще будет. Ужимая, вон. А-то. А-то. Вон. Вон. Какая-то. А-то. 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 Ну, что, решил куда? А то, третий час по городу катаемся. Ну, что, решил куда? А то третий час по городу катаемся. По городу, а там посмотрим. У тебя деньги-то хоть есть? Деньги есть, говорю? Деньги? Да, деньги покажи. Это еще что? Да что за… Вы что творите? Эй, тише, тише. Что вообще происходит? Все, приехали. Выходи давай. Извини, друг. Это тебе за твоим бутылком. Ускоряйся. Ты сюда смотри, да? Вперед, валеный. Эй, ручонку-то дай. Да вы кто такие-то, а? А это тебе. Ты нас не видел, мы тебя не видели. Понял? Куда уж понятней. Бывай, друг. Как только конференция закончится, я сразу к вам. А вы с дедом будете здесь молодцами, правда? И папа, может быть, вечером заедет. Ты врешь. Ты как с матерью разговариваешь? Леша, папа, папа, ну я же тебя просила. Я тебя просила. У него очень сложный возраст сейчас. Извини. Ну, не надо его шлепать. Ну, я же так, легонечко, чисто для профилактики. Ну, что ты ей-богу. В конце концов, он же пацан, а не девчонка. Балуйте вы его, балуйте. Да, Макс объявится, позвони. Угу. И вообще, звони. Не пропадай. Хорошо. Хорошо. Тридцать седьмой маршрут до Болшева. Запомнила? Я запомнила, я запомнила. Ну, давай. Удачи. Счастливо. Все, закрывай. Тогда. Ну, ты вдруг вернешься, зажгла. Папа... Извини. Возвини. Возвини. Понимаешь у него... Возвини. 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 Вот она, твоя лошадь. Зовут Ласка. Знакомьтесь, Ласка — это Аня, а это Наташа. Она будет с тобой заниматься. Ласка, стоять! Аня! Аня! Алексей, ты спишь? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Опаздывает, Тончу. Вчера он раньше пришел, все равно в бестолку. Упрямая ты женщина, Галка. Ну, чего ты ходишь? И не надоест? Мешаю я вам, что ли, дядя Миша? Да неправильно все это. Не по-людски. Вимка, ты куда? Чего там? Фу-фу-фу. Фу. Чужой какой-то. Галка, глянь, не твой часом? О, Господи. Боу, что ли? Да не похоже. Эй, вы меня слышите? Подняться можете? Ну, кто же ты его-то, а? Тихо, тихо. Или чего надо доложить? Да нет его, в город он уехал. Вот беда. А что делать, а? Не знаю. Эй, эй, ты кто такой? Дядя Миш, ну не надо палкой-то. Фамилия? Разничай. О, Галка, слышишь, это твой? Столичный идет? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Электобоезд номер восемь прибывает на первую платформу. Вот беда-то. И чего с ним делать? Электобоезд номер восемь прибывает на первую платформу. Ты чего, мной какой-то? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК О, господи. Дядя Миш! Что? Что же ты так? Вставай. Ну, быстрей же! Вставай, давай! Вставай. Давай тяни его! Тяни его! ЗВОНОК В ДВЕРЬ Кто там? Это Наташа. Заходите. ЗВОНОК В ДВЕРЬ – Здравствуйте. – День добрый. Я хотела… Как Аня? Спасибо, все хорошо. Скажите, я… Я могу продолжить занятия? Послушайте, я ж ясно сказал, уроки закончены. Так что, не смей задерживать. Знаете что, я никуда не уйду. В смысле? А был уговор. Я оплачу вам день занятий. Лошадь можете забрать, документы потом оформим. Меня это не устраивает. Я так не могу. А что такое? Птичку стало жалко. А ей ваша жалость не нужна. И занятия не нужны. На лошадь она больше не сядет. Ну, послушайте меня. Я так решил. Это все. Это не все. Я могу помочь вашей дочери. И Ласка тоже. И не надо за нее решать. Вот теперь все. До свидания. Привет, Анют. Привет. Алексей! Завтрак готов! Умылся? Ну, хорошо. Давай, помогай. Бери вон помидоры, сыр, вилки, нож там. Все, давай на стол. Алексей, ты что, глухой? О, ну, ладно. Мы не гордые, мы можем все и сами. А мне? Тебе? Тебе? Тебя же нет. Алексей! Лешка! Ты где? Нету Лешки. Ку-ку, Гореня. У нас… У нас ведь Леха как? Кто не работает, тот не ест. Вот и ну как. А ты давай, собирайся. Собирайся в школу. У нас карантин. А, ну да. Правильно. Карантин. Ну, хорошо. Тогда займемся самостоятельной работой. Ты чем хочешь? Математикой или внегласным чтением? С характером человек. Это хорошо. А, ну, хорошо. А Алексей, иди завтракать. Я пошутил. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Проснулся? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну что? Плохо тебе? Ничего, Максим. Жить будешь. Так. Мы знакомы? Держи. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Где я? В Зореченском слышал про такое? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА М-м-м. Как попал сюда тоже не помнишь? М-м-м. Хорошо, тогда давай начнем сначала. Кто ты? Я Максим. Можно просто Макс. Просто Макс. Не похож ты на просто. А вот на Макса похож. До города далеко. Пешком к завтрашнему будешь. Ну, и куда ты? Поешь, потом поедешь. Мартуся! Ну-ка, давай домой. Обедать будем. Нет, мам! Что значит нет? Давай, давай, быстро. Что это? Страшный. Страшный. Худой какой стал. Это почему это стал? Ты надолго? Ты что? Оставайся подальше. Ладно. А то она опять плакать будет. Послушай, я… Я не… Марчи. Ешь с хлебом. Знаешь, как она тебя ждала? Да. Так когда? Что когда? Ну, в электричке, Илья, и что там у вас ходит? Через двадцать минут последняя. Ну, я пойду. Подожди, а деньги-то у тебя есть? Какие деньги? На билет. Держи. Я отдам. Беги, а то опоздаешь. И, кстати, я всегда был худым. Я посмотрел на эту очищенную музыку. Какая метод? Какая еда? Какая метод? Какая метод? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Не успел? Перед носом ушла. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Вставай. Вставай, пора. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Я не спрашивал. Или ты не говорила? А ты не спрашивал. Галина. Галка, как птичка. Редкое имя. Вставай, я опаздываю. Садись. Так. Овсянка. Ну, извини. Красная икра закончилась. Извиняю. Марта! Марта, мы опаздываем. Я долго буду ждать? Ну, щас, щас. Ты на работу, дочка в школу. А я вас тут тогда подожду. Можно? То есть, у тебя электричка? Да, некуда мне. Можно я у вас пока поживу? Не выгонишь? Конечно, выгоню. Что значит некуда? Я сирота. Так, знаешь, что сирота? Ешь-ка ты и уматывай. Нашел дуру. Мартуся! Доброе утро! Давай быстрей. Вернулся. Мам, я же говорила. Ешь. Побежали. Раз, два, три. Держи. Держи. Пойдем. Идем. Идем. Ах! Аня, пока. Аня. 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 Тебе не бойся? Ага. Давай. Вот так. Да. Какая хорошая. Ласочка. Не бойся, не бойся. Нет, я не боюсь. Так, правильно? Молодец. Ну, стой, Ласка, стой. Ей не больно? Нет, что-то ей нравится. Идем. Держись за меня. Правильно? Правильно, правильно. У нас мама тоже очень любила лошадей. А папа ей не разрешал. Говорил, опасно. Иди, Ласка. Давай-ка, сядем. Так. Вот так. Так. А у меня вообще приемная мама и папа. Как это? Вот так. Родители меня бросили, когда я была совсем маленькая. Но мне очень повезло. Меня удочерили очень хорошие люди. И я поняла одну вещь. У каждого человека свое горе. Но если ты победишь, если ты будешь стараться сама, тогда тебе уже ничего не будет страшного. Нам нужно очень много работать. Начнем? Не боишься? Нет. 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 ЗВОН СИГАМА Или нет. Ага. Здрасте. Здравствуй, Дмитрий. Мне надо поговорить с Верой. А Веры нет, она уехала. Алешка? Алексей здесь, у меня. Ага. Передайте ему, пожалуйста, чтоб собирался. Это куда еще? Домой. Вот что, Дмитрий, пока не вернется Вера, Алексей отсюда никуда не поедет. Вот что, Всеволод Игоревич, у Алексея есть отец, и у Алексея есть свой дом. Так что будьте добры, передайте, пожалуйста, моему сыну, чтобы он собирался. Я его никуда не пущу. Вернется Вера, вы с ней разберитесь в своих проблемах. И не впутывайте туда пацана. Извини, все, до свидания. Извини, все, до свидания. Да. Можно? Можно. Вот что, грамотей. Слово «бец» пишется с буквой «з» на конце. Понял? Ну, так что займись-ка ты серьезно грамматикой. Папа! Папа! Папа!! Папа!!! Папа!!! – Пап! Папа! – Алексей! Открой! Открой! Я хочу папе, я хочу домой! Ну хорошо, хорошо. Приедет мама, тогда поговорим. Ты мне никто! Мы для тебя чужие! Ты вообще никого не любишь! Алексей! Папа! Можно? Здрасьте! Вам кого? А вы не подскажете, где кабинет директора? По лестнице наверх. Так, качай. Хорошо, давай-давай-давай. Ещё, вот так-так-так. Ещё-ещё-ещё-ещё-ещё-ещё-ещё. Стоп! Хватит! Стоп-стоп-стоп! А теперь вот эту. Вот, вот эту. А? Давай, откручивай. И мы поймём, какое, ну, какое у нас давление. У нас давление нормальное. Что-то ещё? Нет-нет, спасибо. Вообще-то непопыломый... Ну, давай! Ну, ты что это? А? Вакс, вакс. Успокойся. Успокойся. Иди сюда. Иди сюда. Садись. Ну что, успокоился? Ну, вот и хорошо. Посмотри сюда. Это бабушкина группа. Да. А всего в интернате было сто пятьдесят человек. Ну, вот, Семен. Его нашли на вокзале зимой. Он пролежал на морозе пять часов. Представляешь? Ну, ничего. Выжил. Теперь большой человек. Директор. Да. А вот, вот Катя. Ее нашли в мусорном баке. Очень сильно кричала. Потому и нашли. Сейчас с Алисской опереттой. А вот Иван. По воскресеньям он всегда приходил к воротам. Ждал, что приедет мать и заберет его. Так и не дождался. Вырос. Вырос хорошим человеком. А? Санька. Ай, Санька. Потерял любимую работу. Ну, ничего. Рук не опускает. Сейчас таксует. А вот. Маша и Петя. Петя и Маша. Постоянно дрались. Потом поженились. Сейчас у них, представляешь, трое детей. О как. А вот это, Наталья, тетка твоя. А вот, Вера, это твоя мама и моя лучшая помощница. Она меня всегда встречала у медпункта. Ходила с санитарной сумкой. И чуть что там, кто-то зачихается, кашляет. Сразу ко мне тащила. Настоящая дочка врача. И поэтому ты ее выбрал? Нет. Это она меня выбрала. Это она меня выбрала, Лешка. И ты знаешь, я об этом нисколько не жалею. Бабушка твоя всегда хотела иметь очень много детей. Была бы такая возможность, она бы всех себе забрала. Дети ее очень любили. И мы их тоже. А ты говоришь, чужие. Держи. Вот так, друг мой, Алексей Дмитриевич. Заявление в суд, в опекунский совет. Это все, что я могу для вас сделать. И все равно никакой гарантии, что мне дадут адрес, нет? К сожалению, нет. И что же делать? Жить дальше. Мне нужно знать, понимаете? Поймите, что по закону тайного усыновления, я не имею права назвать он ни одной фамилии. Искать их, это ваше право. Но поверьте, я знаю, что эти поиски мало кому приносили радость. Ответов вы все равно не получите. А вопросов их будет все больше и больше. Вы говорили, что приемная мать умерла? Да. А отец? Отец жив. Он, кстати, здесь работал. Он меня отсюда забрал. Меня и сестру, и брата. Как его имя? Это было давно. Всеволод Ларионов. А он знает, что вы здесь? Да. Спасибо. До свидания. До свидания. Не солдат это вовсе. Отрубать. Он тебе удачу принесет. Девушка, подождите. Вот. Это вам. Что это? Для меня это уголовная ответственность и увольнение. Спасибо вам огромное. Да не за что. Я это делаю не для вас, а для дяди Сева. Я знал его еще мальчиком. Он очень хороший человек. А вы... Вы отсюда тоже? Да. Это мой родной дом. Мне просто некого было искать. Удачи вам. Спасибо. Слушай, ну, ну, прекрати. Я не твой отец. А откуда ты знаешь? Просто поверь мне. Подсади. Без вас мне скучно. Я зеваю. При вас мне грустно. Я терплю. И мочи нет. Сказать желаю. Мой ангел, как я вас люблю. Смотрите. Странно. А ты похож. Хотя я плохо помню. Может, тогда она перестанет ходить на вокзал. А я поселю тебя в сарае. Мне там ежик жил. Настоящий. Честно-честно. Тихо. Борька, встань. Боря, а чего ты встал? Садись. Садись, садись. Так. Вот тебе журнал. Вызывай по списку. Так. Чего это с ней? Не знаю. Марта. Что? Держи рюкзак. И попрощайся с дядей. Он уезжает. Ум. Что? Ум. Ну, как хочешь. Пошли. Я же ничего не украл. Я не преступник. Мне просто некуда идти. Ну, неужели один человек не может помочь другому просто так? Мам, ну, пожалуйста. Через пять минут у меня заканчивается урок. Поняла? Угу. Ура! Ура! Пойдем. Идем. Ты же знаешь, как я к людям со стороны отношусь. Подбери там кого-нибудь. Ну, что, стандартная уборка, готовка. Главное условие, чтобы она Ане понравилась. А то последняя смеялась, как гиена. А у меня что-то, барышня, серьезная, сам понимаешь. Сейчас, подожди. А оно само. Алло, я перезвоню. Там, где вы, там хаос и разрушение. Бывай. Ну, будьте здоровы, Степанич. Пока. Вот дурёха. И чё она ходит? Мужик же вроде ничего. Эх, Анганка, чё тебе надо? Здрасьте, дядя Миша. Здрасьте. ТЕЛЬНАЯ ЗАСТАНКА ТЕЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ТЕЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СИГНАЛИЧНАЯ МУЗЫКА Тс-с-с! Не бойтесь, не бойтесь. Она только сведая такая. А она на самом деле добрая. Кто? Здравствуйте. Я из социальной службы. Я ошиблась, наверное. Извините. Что надо? Здравствуйте. Я из социальной службы. Ошиблась, наверное. Извините. А, новенькая. Заходи. Ждешь вас, ждешь? Ну, что стоишь-то? Входи. Я ж не швейцар. Давай заходи. Ну, иди. Ну, иди, иди. Приходят тут поздно. Еле шевелятся. Малахольные какие-то. Да. Их твоих присылает. Эх. Эх. Шо, уставилась? Иди работай. Извините, вы Людмила Самойлова? Шо? Людмила Самойлова, вы? Ну, я Людмила. И шо? Я Вера. Вера. Много вас тут ходит всяких. Справлялась бы сама, или дети были людские, так твоей ноги бы в моей квартире не было. Ты сиделка, так и не болтай. Иди работай, кухня вон. Ой, господи. Ой, господи. Сначала включаем. Ставим на автомат. Ну? Эту кнопку ты знаешь. И смотрим в глазок. Все. Все очень просто. Да, я поняла. Людмила. Людмила. Мне нужно тебе сказать. Это я должна тебе сказать. Что? Ванька не ревнует. Он просто чувствует. Понимаешь, чувствует. Наверное, поэтому злится. Что он чувствует? Он твой. Твой и мой. Наш. Я знаю. Я это понял. Только одного не могу понять. Почему ты мне ничего не сказала? Ты вспомни, каким ты был. Каким? Профессия, карьера, встать на ноги, дом. Только потом, дети. Потом. Если бы я тогда тебе сказала, что беременна, ты бы меня возненавидел. Возненавидел и меня, и его. А теперь он ненавидит меня. Он еще маленький. Ему очень трудно. Он все поймет. И простит. Ему нужно дать время. Он тоже должен привыкнуть. Заметили. Сухарь. Гадский снов. Вас нанимали никак аниматоры. Вы должны заниматься исключительно ипотерапией. Пап, я всего лишь с девочкой поиграла. Ты, как говорится, в чужом монастыре со своим уставом. У них там свой уклад, своя жизнь. А ты появляешься и исчезаешь. Кстати, когда кончается это твое рабство? Когда она пойдет. Пап, она пойдет. На, на, получай, газский снов. Слышь, мелкий, давай ты дуй в свою комнату. Проиграл за тебя. Ах! И этот туда же проиграл. Одни игроки. Одни игроки. Это тебе. Это ты? Ну, вроде там твоя дочь. Не знала, что ты художник. Красиво. Она думает, я ее отец. Она вообще большая выдумщица. Где он? Кто? Отец. Уехал на работу в Москву. Он вернется. Иди спать. Почитать можно? Кто? Что вы хотите снять? Я овсянку сварила, вы будете? Ой, сейчас у Лисы сдохло. Впервые людскую сиделку прислали. Я попрошу сына, чтоб тебя всегда прислали. У вас сын есть? И сын, и дочь младшая, сведения благодарные. Бросили меня совсем. Знаешь, что скоро сдохну. А муж? Сбежал паганец, за чужим подулом поволокся. Решил меня с тремя оставить. Но его Бог наказал. Бог все видит. Издохнутый гадины. На руках издох. Так их трое было? Шо? Детей. Трое? Двое, я сказала. Двое детей было. Шо, глухло шо ли? Куда мне с тремя-то на руках? Это была девочка? Третий ребенок. Девочка? Да ты шо? А глошенной шо ли? Я говорю, двое у меня было. Двое. Ее Верой звали? Вы ее в роддоме оставили. Да ты… Да ты… Да ты кто такая? Я Вера. Я Вера Самойлова, дочь ваша. Я пришла спросить, почему? Почему я? Почему я? Почему я из трех детей? Вы когда-нибудь обо мне вспоминали? Вы когда-нибудь найти меня пытались? Почему я? Потому что твой отец Кабелина бросил нас, когда я тебя носила. И два холодных рта. А ты когда-нибудь пыталась троих поставить на ноги? Ты шо от меня хочешь? Шо ты смотришь на меня? Да. Ничего. Куда ты? Соня, уходи! Вера, здравствуй. Здравствуй, Дим. Подожди, пожалуйста. Вер, ну подожди. Выслушай меня, пожалуйста. Да. Да, Дима. Слушаю. Вера, прости меня, пожалуйста. За что? Я соврал. Я тебя обманул. Меня? Ну да. Вера, пойми. Я как-то… Я растерялся. Люба, я не… Я просто не смог тебе сразу все сказать. Люба умирает. Я знаю. Ну да, да. У нас был роман. В юности. Мы расстались. Я… Тут сын. Я… Я что-то запутался. Прости. Поэтому я соврал. Ты Любе соврал. А нас с Лёшкой ты просто предал. Так-так-так-так-так-так-так. Майстер, гроссмайстер. Шевели извилинками, шевели. Вот так. Ой-ой-ой-ой. Напугал. А мы вам шахс. Шах? Так. Так. Попался, который кусался. Фельс на фельс. Слабо. Это мы вас ликвидируем. Вот так вот. И ваших нету. Нету ваших. Вот. На. 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 Что будешь делать? Лёшка. Мама! Здравствуй, дочка. Привет, папа. Значит, понедельник, четверг — уборка и кухня на вас, да? Мне говорили, вы хороший повар. Хорошо. Ну да. Вот. И еще. И еще одно обстоятельство. Ну, пойдемте. Пойдемте. Вам принесли те лекарства, которые вы… Вера Вселадовна! Здрасте. Здравствуйте. Я хотел уточнить у вас относительно того, что… Сейчас. Простите, я вернусь к вам, ладно? Хорошо. Хорошо. Да, так вот, значит, обязательно перед сном… Здравствуй, Вань. Как мама? А ты чего здесь? А я там не нужен. Глупости. Твой отец. Где он был, этот отец? Что он вообще знает? Послушай, а ты приходи к нам. Я тебя с сыном познакомлю. Правда, он маленький совсем, но, может быть, вы подружить, брат все-таки. А вы что, туда, к ним? А… Нет. Я в отпуске. Маме скажи, что я потом зайду. В неурочное время. А от отца Вань не отказывайся, какой бы он ни был. Да какой он мне отец? Я ему не нужен. Ни тогда не был, ни теперь. Ему вообще никто не нужен. От кого проблемы? Вам не понять. Ты даже, Вань, представить себе не можешь, как я тебя понимаю. Но ты не прав. Вера Севна, вы чего? Ничего, 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 Вань. Ты, ты маме скажи. Хотя… Хотя нет, ничего не говори. Я сама к ней зайду. Позже. А сейчас у меня дело. Прости. Все хорошо? Да, да, Вань. Все хорошо. Лошадь, не надо. Лошадь, послушайте. Чего вы думаете, что вы их плоше? Деточка, все мы немножко лошади. Каждый из нас позволит ему лошадь. Молодец. Здорово. Да, мам? Ну, вот. Стоять. Привет, пап. Здравствуй, Наташенька. Здрасте, а вы откуда? А вы что, знакомая? Ну, да. Ань, тогда ты знакомься. Это Александра Ивановна. Она будет убираться у нас в доме, готовить. Приятно познакомиться. Здравствуй, Анечка. Ласка, ты смотри, кто пришел. Ласочка, мамы, мамы. Здорово. Мы тогда пойдем переодеваться? Да. Ну, пока. КОНЕЦ Людмила Николаевна! Людмила Николаевна! Так, давай. Готова? Сейчас будет фокус. Ух ты! Так, давай вместе. Ник? Так, давай вместе. Что там? Так здорово! Привет, пап! Дай мне воды. Аккуратней. Держи. Мой сыночек. Привет. Здорово. Ван! Подожди. Ваня! Ваня! Здорово. Здорово. Да так, захотелось тебя встретить. Красивый. Где сорвал? А секрет? Слушай, а что будет, если он приедет? Послушай, мне еще Мартусю надо с продленки забрать. Я забрал. Понял. Если чем, и дома. А потом мы пойдем в зоопарк. Ну? Хочешь, тебя возьмем? Конечно. Мама ужасно боится стервятников. Чего это? Они грозные. А мне они нравятся. Никто их не любит. Почему? Ну, потому что они страшные. Ну, они же в этом не виноваты. Конечно, не виноваты. Ну, ладно. Идем, идем, идем. Эй, дед, я тебя тут подожду. Поиграю. Ну, хорошо. Только никуда не уходи. Хорошо. Ага. Лешка! Здорово! Папа! Папа! Ну что, в машину домой? Поехали? Не, не могу. Там деда. Ну и что? Где-то там, а здесь папа. Давай в машину. Папа, подожди. Где ты был? Мама уехала, свою маму нашла. Где я был, я тебе расскажу в машине. И про маму тоже в машине. Поехали. Нет, я не могу там деда. Мне надо за ним присматривать. Я маме обещала. Он что, маленький, что ли? Позвоним, скажем ему, что ты домой поехал. Леша, ты чей друг? Мой или Медведя? А ну, быстро в машину. Поехали, поехали. Ты иди, а ты на работу опоздаешь. Поехали. Поехали. Красивый, да? Комсором у нас в цеху был. В заводной вышли. Песня под гитару, все на месте не сиделось, рвался куда-то. Зачем пришла? Просто так. Я врач. Врач, людей спасаешь. Ты приехала старую мать выхаживать. Доброй, да? А может мне твоя эта доброта-то и не нужна? Может, я хочу сдохнуть одна, как собака? Шо? Тебе квартирка нужна? Думаешь, я под таю отпишу? А хрена тебе? Вон, а! Я же все давно отписала. Всем на дарственное все. Ничего, ничего не отхватишь. Шо-то снуешься, шо-то снуешься! Мама! Молчи! Уходи, заволчи, уходи! Уходи, слышишь? Я вас прощаю. Нет, у тебя право прощать или нет! Может, я сама-то и прощаю! Вы посмотрите на меня. Я взрослый человек, у меня прекрасные родители, у меня есть сын. Я не сержусь на вас. Уходи! Уходи! Ух! 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 Ой. Добрый день. Добрый. Здравствуйте. Ильич! Здравствуйте, Галина Ивановна. Привет, ребята. Ильич! Иду, иду. Привет, Ильич! Здравствуй, Галина. Звал? Что-то случилось? Случилось. Ну-ка, глянь-ка, это не твой квартирант? Тебе помочь или сама разберешься? Сама разберусь. Ну, лады. Спасибо. Угу. Ань! Ань! Аня! 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 Тихо-тихо. Мы хорошо поработали, пусть отдохнет. Там репетитор будить надо. Пусть поспит. Ну, что? Не привязывайте к себе. Не надо. Отлично. Молодец. Вот У Пети было три яблока Пришла Маша и взяла у него одно яблоко Потом пришел Дима и взял столько же, сколько и Маша Плюс одно Вопрос, сколько яблок осталось у Пети? Одно Ну почему же, подумай Сколько будет? Два Ноль Так у Димы два яблока, у Маши одно А у Пети ни одного? Несправедливо же Жизнь вообще несправедливая Мама пришла Мама, знаешь Марта, иди к себе Мам Иди к себе, я тебе сказала Ну я же говорила Мама Что это? Объясни мне Почему тебя ищут? Ты же, кажется, сказал, ты сирота У Севы было три яблока, осталось ни одного О, Сева это мой отец Приемный Не подглядываешь? Нет, не подглядываю Угу Оглянись А ты говорила невозможно Ну вот мы на море Поближе Внимание, перед вами Греческое побережье Игейского моря Слева по борту Плещется семейство дельфинов Авалин Мама, папа и маленький Афальян Буль-буль-буль Сейчас они под водой, но они сейчас выплывут А справа по берегу к нам приближается О, турист из России Привет, всемогущий Иван Серов Ванечка, посмотри Посмотри, что Дима принес Какая прелесть Море Море Вижу И дерьмо на берегу Ты что творишь, паршавец? Отпусти Ну ладно я, меня ты ненавидишь Заслужил Но ее-то за что? За что ее мучаешь? Ну дай ей порадоваться Сколько еще осталось? Хорошо Тогда порадуй ее еще Расскажи, как сейчас другой человек мучается И у этого человека тоже есть сын Его зовут Лешка И он очень скучает по папе Откуда знаешь? Море нашептала Хоть раз в жизни скажи ей правду Ты думаешь, она не чувствует? Не лезь в это дело, понял? Какую правду я должна знать? Люба Люба Так, присыпем немножко мукой А теперь Так, ручки мукой вот так вот На, бери, чтоб тесто не прилипало Вот вам Как следует Спасибо Так, снимайся Анечка Так, теперь самое главное Смотри Берем тесто Кладем начинки побольше Побольше И залепляем края Так, 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 так Вот И готов вареник А может я удава сделаю? Сделаю удава Это тебя мама научила? Конечно, мама Мы в детстве соревнования устраивали, кто больше вареников налипит И в один вареник обязательно клади сюрприз Вот я как-то раз творила маминое обручальное кольцо. Мама ужасно ругалась. Слушай, Наташ, а вот если бы твоя мама, ну, настоящая мама нашлась, ты бы что сделала? Ну что значит нашлась? Просто нашлась. Вот ты по улице идёшь, а тут она. И вот условие такое одно, что ты можешь спросить только вот одну вещь. Какой вопрос ты бы задала? Я не знаю. Я правда не знаю. Ты залепляй, залепляй края. Я бы точно не стала спрашивать, почему она меня бросила. Это мне давно не интересно. Тётя Шур, всё в порядке? Извините. Знаешь, я бы, наверное, спросила что-нибудь простое. На какой подушке она спит? На плоской или наоборот, на пышной? Или рано она встаёт или поздно? Видит ли она сны? Но самое главное, любит ли она лошадей? Хитренькая. Условие. Только один вопрос. Тогда бы я спросила… Добрый вечер. Добрый вечер. А что это у вас за молчанка? Здравствуйте. Ужинать не будем? Угу. Папа, ну тихо. Что спросила бы? Да ничего. Мне уже пора. Наташа, ну ты же не сказала. Папа, а можно Наташа сегодня с нами поужинает? Нет, нельзя. Нужно. Я не могу. Меня дома ждут. Не ждут. Ну правда, оставайтесь. Наташа! Я думаю, не стоит. Извините. Так, ты залепляй давай, залепляй. Края. Пока. Тётя Шур, до свидания. До свидания, Наташа. Да, да. Что? Всё время ты всё портишь. Хорошо. Я уж и забыла, что может быть так. Хорошо. А ты не думай, что я не помнила. Помнила. Всё время помнила, как проклятие, как грех свой. Давайте не будем об этом. Я не понимаю, кто ты и откуда, почему тебя ищут, а ты не хочешь находиться. От кого ты прячешься? А я тоже не понимаю. Как можно ходить к поездам столько лет? Как можно ждать и верить? Да молчи, это моя жизнь. Ясно? Я тебя к себе не приглашаю. А я не просил себя спасать. Там я художник-неудачник без единой выставки. Я игрок по уши в долгах, нелюбимый сын, да. Сначала я хотел спрятаться и отсидеться, но потом я понял, мне не хочется возвращаться. Не потому, что так легче. Мне просто нравится этот Макс. И мне кажется, он настоящий. А тебе? Я не знаю. Птичка, я понимаю. Это… Всё это странно. Но это с нами. И это настоящий. Каждый день в три часа приходит поезд. Он приходит, и я его жду, понимаешь? Я его жду, потому что мне так спокойнее. А ты сейчас отнимаешь у меня это, ты забираешь у меня это, понимаешь? Нет, я не забираю. Я… Я хочу быть с тобой. Я не забираю, я могу быть с тобой. Тс-с-с-с. Кто там? Кто там? Ну, открывайте уже. Что, ты с Саней? Спит. Зачем вы тогда пришли? А я вот к себе домой, между прочим, без особых вопросов впустил. Так я пройду. Вы что, пили? Я не пью, вы же знаете. И вообще, я занятой человек, я зануда. Что вам надо? Да нет, это что вам надо. Может, хватит уже? Вы знаете что, давайте вы проспитесь, и мы поговорим. Нет, мы сегодня поговорим. У нас вообще как-то туго с разговорами. А вы везде как у себя дома. Хозяин жизни, имею все, что хочу. Не все. Далеко не все. Слушайте, откуда вы взялись на мою голову, а? С этим характером, как у вашей лошади. С этими намеками. Я что, плохо заботился о дочери, а? Зачем вы меня забираете? Я не знаю, мстите за что-то. Уходите. Уходите. Дайте телефон. Интересно, кто это вам звонит в такое время? Отдайте телефон. Алло? Лареонову? Да, сейчас. Женщина какая-то. Алло, да. Да, это я. Кто? Еще раз адрес повторите, пожалуйста. Хорошо, спасибо. Мне нужно ехать. Откуда это? Не ваше дело. Уходите. Па… Папа… Папа? Папа? Анечка, приснилось что-то. А где папа? Папа по делам поехал. А меня попросил с тобой посидеть. Ты давай-ка, спи. Спи, Анечка. Я не хочу. Я боюсь. Ну… А давай я с тобой посижу. Хорошо? Спи. Тетя Шура, а ты нашу Наташу давно знаешь? Давно. Хорошая она, да? А как же? А чего ж ты тогда ей все не расскажешь-то? Что все? Господи, приснилось тебе что-то. Правду. Про то, что любишь. Как искала ее. Она поймет. Тетя Шура, не раскисайте. Отлично! Эй! Садитесь! Отвезу вас. Вы пьяные. Вам надо домой. Слушайте. Я сам решу, куда мне надо. Садитесь. Да, я не могу. Хорошо, только я за рулем. Да ради Бога. И учтите, ехать очень далеко. Ну и ладно, оттасплюсь. Вань, иди домой. Мам. Ваня, прошу тебя, иди, иди домой. Иди, иди. Давай, дорогой мой. Люба, прости меня, пожалуйста. Люба, прости меня, пожалуйста. Я не была такой счастливой даже в молодые годы. Море. Такие красивые цветы. Ракушки. Я очень рада, что у тебя есть семья. Я очень рада, что все у тебя хорошо. Я очень рада, что у Ваньки есть отец. Я знаю, как тебе. Как тебе нелегко. Знаю. Ты не привык к этому. Но поверь мне, поверь, все, все наладится. Все будет хорошо. Как вы похожи. Ушастики мои. Как я рада, что ты у меня есть. Что вы у меня есть. Спасибо тебе, что ты нашел нас. Я отдохну. Хорошо. Посплю немножко. Иди. Извини. Иди отдыхай. Поспи. Спи. Да, я буду спать. Пока. Спокойной ночи. Море. Море. Моро. Марта, просыпайся. Марта. Доброе утро, мам. Доброе. Мама, где Макс? Вот ты где. Доброе утро. Доброе утро. Завтракать идем. Павел. Да уж, семейство у вас. Есть кто? Подождите, я с вами. Здравствуйте. Здравствуйте. Марта, пойдем. Тебе не стыдно? Ты об отце подумал? А чай хочешь? Поехали домой. Собирайся, мы тебя в машине ждем. Тебе не стыдно? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Поехали? Поехали. Послушай, я же тебе всегда говорила, что он уедет. Нет! Макс! Поехали! Стой! Макс! Макс! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алексей, ты где? Идем, поможешь мне белье развесить. Пап, встречай. Пап, вернулся! Привет, привет. Привет. Здравствуйте. Здравствуй, Наташа. Привет, Макс. Ты где пропадал? Ни слуху, ни духу. Позвонил хотя бы? Где был ты? Я был нигде, вернулся в никуда. Вот как. Понятно. Ладно, я к себе. Спасибо, что нашли. Пап, познакомься, это Василий, мой друг. Василий, Всеволод Тигеревич, очень приятно. Ну, вы проходите, проходите. Я сейчас развешу белье и подойду. Леш, давай, пои гостя чаем. Не разывается. Встречай, встречай гостя. А пусть я помогу. Послушай, Наталья, а где ты Макса-то нашла? Так вы Наташин друг? Ну да. А чего же вы ей не поможете? А с чем помочь? Так ее спасать надо. Она в рабстве у одного олигарха. Он ее мучает. Держит только на хлебе и на воде. Да ты что? Да. Знаете, какое имя? Нет. Его страшно зовут. Ну, как же его зовут-то? Гацкий снаб. Да. Ничего ты не волнуйся, я ее спасу. Правда? Ну, спасибо. Да не за что. Правда. Да. Одна ты несешься по ясной лазури. Одна… Не подглядывай. Ну, Лешка, ты же наизусть должен знать… Унылую тень. Одна ты печалишь… Ну, не спеши. Ликующий день. Хорошо. Ты небо недавно кругом облегала, и молния грозно тебя обвивала… Макс, ты далеко? Гулять можно? Конечно. Иди гуляй. Да, тут тебе почта. Потом посмотрю. Пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Вам провести экскурсию? Что? Всю коллекцию этого талантливого художника приобрел Западный фонд, но пока еще картины у нас в галерее. Я не понимаю. Это шутка? Продолжение следует... Продолжение следует... Вы вчера так быстро ушли. Не успела вас поблагодарить. Продолжение следует... Да, не стоит. Ну, до свидания. Прощайте. Ну, что произошло вчера у нас дома? Ничего особенного. Вы не приходите сюда больше, пожалуйста. Не надо. Хочу вас обрадовать. Гадский сноб освобождает вас от рабства. Слушайте, ну вы... Слушайте, ну вы... Вы что, правда верите всему, что слышите? Детям, да, верю. Если не им, то кому? Удобно. Ну, хорошо. Я могу с Саней попрощаться. Спасибо. Вот. Ой, умница вас. Наташа. Привет. Здравствуйте. Привет. Начнем? А у меня брат нашелся. Ой. Вот. Теперь дома будет очень много дел. Я больше не смогу приходить. Это все из-за папы. Нет, что ты. Нет. Я буду тебя навещать. Но ты же сильная. Ты же сильная девочка. Ты все смыешь сама. Тетя Шура будет тебе помогать. Главное, не переставай работать. У тебя все получится. Я верю, что ты... Справишься. Ну все. До свидания. Наташа, стой! Дочка. Стой! Аня! Господи! Аня! Аня! Господи! Стой! 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 Проходите, пожалуйста. Ага. Спасибо. Анастасия Павловна сейчас подойдет. Чай, кофе? А, нет, спасибо. Хорошо. Поставьте, это не ваше. Простите. Анастасия Березина, здравствуйте. Очень приятно. Проходите, садитесь. Вы зачем пришли? А… Мы благотворительная организация, мы помогаем нуждающимся. Вы нуждаетесь? Нет. Кто вас прислал? Молчите? Нехорошо, молодой человек. Да, как-то нехорошо получается. А, значит, вы благотворительная организация, то есть благотворительная организация. Ну, тогда объясните мне, что происходит? И что же происходит? Ну, как что? Что случилось с моими картинами? Я Максим Ларионов. Ну, ах, вот оно что. Ну, наконец-то. Смотрите, вот. Да, я вижу. Ну, что, как оно? Да. Я в ординаторе. Хорошо, хорошо. Да вы не волнуйтесь, там только ушибы. Но произошло другое. У Ани случился криз. Очень положительный криз. После той аварии, когда погибла ваша жена, у Ани отказали опорные функции. Но теперь произошло замещение. И, по-видимому, функции восстанавливаются. Все это в голове, понимаете? Новый стресс вызвал обратную реакцию. И пошел процесс. Вы знаете, это бывает. Но очень редко. Так что, думаю, в этом случае нам повезло. Подождите. Так что, она будет ходить? Ну, я думаю, что загадывать рано. Но надежда есть. Вы знаете, надежда есть. А к ней можно? Сейчас ее переведут в палату. И вы сможете к ней зайти. Наш фонд был очень доволен таким приобретением. Тем более, что картины чуть не пропали. Мы долго пытались разыскать вас. И, в конце концов, приобрели эти картины сами. Вот чек. Здесь сто пятьдесят тысяч долларов. Они лежат в банке. Это сумма, оставшаяся после погашения всех ваших долгов. Вы погасили мои долги. Вы купили мои картины за огромные деньги. Ну, зачем? Зачем? Это же просто мазня. Ну, вот что значит творческий человек. Вечная неуверенность, сомнения. Картины понравились покупателю. Кому? Мне. А как вы сказали, вас зовут? Анастасия Березина. Понятно. А знаете, я дарю вам эти картины. А деньги можете оставить себе, доброй феей с прошлого. Подожди! Я просто хотела помочь! Один раз! Инкогнито! Да вы что? Ты такой же псих, как и отец. А я не знаю, кто мой отец. Может быть, вы просветите? Как? А вот как-то так. Ну что ж, это в Севином духе. Всех под одну гребенку. Подождите, я не понимаю. Мне было восемнадцать лет. Сева был врачом в детском доме. Я работала там медсестрой. У нас был роман с последствием. Я не могла тебя оставить. Не могла и не хотела. Учеба. Высшее заочное. У меня были другие планы. Поэтому я отказалась от ребенка. А он взял тебя к себе. Его жена знала. Она простила и приняла. У них тогда уже было двое приемных детей. Две девочки. Она была просто помешана на детях. Вот и все. И вам никогда не хотелось? Хотелось. Ну, а потом карьера. Семья. Вот две девочки. Вот. А потом репутация. Я надеюсь, мы оба взрослые люди. И глупостей не будет. Не волнуйтесь. Не волнуйтесь. Мама. А чек возьми. Я просто хотела помочь. Отдайте их в детский дом. Это будет правильно. А картины мне понравились. А картины мне понравились. А картины мне понравились. А картины мне понравились. Надо было помочь. А картины мне понравился. А когда он не Ministerri. Академия. 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 Лиз! На, так и не плачь. Сева, Сева! Я же тебя просила не убегать. Извините. Не горячо? Выпьешь после еды. К вам гости. Жена ваша. Кто? Что? Жена. Наташа! Меня не хотели пускать, поэтому мне пришлось сказать, что, в общем… Ну, как ты? Нормально. Наташ, ты ж больше не уйдешь? Ну… Пап! Да вы заговорщики! Ешь и останется. Кушай, кушай. Да я ем, вот ем. А вот так? А-а-а… Да! Проморгал. Ну, ладно. Мы так сжибемся. Ням-ням-ням. Так. Так-так-так-так. А, вот, вот. Здорово, батя. Здорово, батя. А-а-а-а. Ну, ладно. Ну, ладно. А-а-а-а. Ну, вот. А-а-а-а. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Давай. Ой. Угу. Давай. Осторожненько. Молодец. Ой. Вот так. Давай. Получилось. Вот. Так, сейчас я. Тихо. Ой. Молодец. Идем. Так. Вот молодец. Тихо. Есть. Тихо. Тихо. КОНЕЦ Галка! КОНЕЦ Лёшка! Нет, подождите! Беги к нам! Да не спеши ты! Значит так, Лёха! На счет раз, два, три, по команде «Деда бросай» мы в шкатулку отправляем купаться! Да! Раз, два, три! Деда бросай! Ура! Ну вот и все! Ну вот и все! Спасибо! Спасибо! Ух ты! Голубушки вы мои! Папа! Папа! Лёшка! Папа! Сын! Привет! 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 Здрасте, Версиавна! Здравствуй, Вань! Здрасте! Здрасте! Голуб cozья. Здрасте! Здрасте! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok